Эти книги, они не такие яркие, абсолютно. Они выпущены на бумаге низкого качества. В архивах Центральной библиотеки Вольска редчайшие книги военного времени. Издание, начиная с 1941 по 1944 год. Страшное для страны время люди не переставали читать, рассказывает Галина Рябинина. Книги помогали отвлечься. Но они очень дороги тем, что во время войны люди не переставали ни читать, ни писать. То есть вот война началась, но люди все равно жили. Они точно так же интересовались и искусством, и книгами. Все издания вошли в выставку свидетелей военного времени. До пандемии она пользовалась большой популярностью, говорит библиотекарь. А вот еще одна гордость сотрудников – библиоисторическая выставка. Здесь представлены редкие вещи и фотографии военных. Один из них служил разведчиком. Его дочь поделилась с нами вот этим вот альбомом, его фотографиями. Эти фотографии, кстати, представлены и на стене памяти. Это импровизированная стена памяти, она возникла у нас спонтанно. Эти выставки войдут в проект Галины Рябининой. Библиотекарь принимает участие в конкурсе от депутата Госдумы Николая Панкова. Главный приз которого – поездка в город-герой. Сейчас женщина готовит презентацию. Это действительно такой стимул вырасти над собой. Это стимул, наверное, ответственнее отнестись к работе, проявить себя с лучшей стороны. Хотя, конечно, коллег присутствуют. Я думаю, все коллеги из области тоже со мной согласятся. Такой соревновательный момент, такая конкуренция хорошая, профессиональная. Но при этом вижу уже по тем работам, которые готовы, что одинаковых проектов нет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть. А вот изюминка проекта. Так авторы называют онлайн-конкурс «Медиабиблиочеллендж». Участвовать в нем могли и дети, и взрослые. Нужно было лишь прислать видеозапись любого произведения о войне. Людям это настолько понравилось. Об этом можно судить по просмотрам. Это было 22 тысячи просмотров. Сейчас участников являет где-то 100 человек уже. И люди с таким удовольствием это читали. Они подбирали сами произведения, выбирали стихотворения, любые произведения в прозе о войне. По словам библиотекарей, этот конкурс привлек больше подписчиков в социальные сети и тысячи просмотров. Работу решили продолжить. Он тоже войдет в конкурсную презентацию. Итоги состязания подведут в ноябре. Анна Забалуева, Роман Шельдяев, Саратов, 24.